Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сёстры, все любящие чтение Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование книги Иова на библейском интернет-портале экзегет.ру. Сегодня мы с вами рассмотрим 23 главу. Отвечал Иов и сказал, еще и ныне горька речь моя, страдания мои тяжелее стонов моих. О, если бы я знал, где найти его, и мог подойти к престолу его, я изложил бы пред ним дело мое и уста мои наполнил бы оправданиями. Узнал бы слова, какими он ответил мне, и понял бы, что он скажет мне. Неужели он в полном могуществе стал бы состязаться со мною? О, нет! Пусть он только обратил бы внимание на меня. Тогда праведник мог бы состязаться с ним, и я навсегда получил бы свободу от судьи моего. Мы видим, что с первых строк и с первого ответа Иова Иов говорит о своем страдании с горечью. С горечью человека, обвиненного неправедно, Иов прибегает здесь даже к таким строгим или даже жестким словам. Так обычно бывает со всеми человеками, когда мы обвиняемся в чем-то и понимаем, что несправедливо, то часто говорим достаточно строго и даже иногда жестко по отношению к людям, которые нас обвиняют. Иов тоже человек, несмотря на то, что он действительно человек Божий, но он претерпевает все страдания и, как сказано, нет человека, кто бы был без греха. Как говорится в первом послании соборного Иоанна Богослова, в первой главе, 8-9 стих, по-моему, так, говорит так, что «Кто говорит, что без греха, тот лжец, и нет в нем правды». Поэтому всякий человек слаб, бывают минуты какие-то отчаяния, минуты волнения, минуты переживания, особенно когда обвиняют несправедливо. Но здесь Иов продолжает свою речь, и в 3-7 стихе он говорит «Если бы я знал, где найти его, то есть Бога, и мог бы подойти к престолу его, тогда праведник мог бы состязаться с ним, и я навсегда получил бы свободу от судьи моего». О чем здесь говорит Иов? Кто это такой праведник? Как сказано, нет праведного ни одного, все согрешили и лишены славу Божией. Кто же такой праведник, да еще мог бы состязаться с Богом? Мы знаем, что такая попытка была некогда у Иакова, который боролся с Богом. Но Господь его остановил, и было припорождено его бедро. То есть пылкость такую человеческую Господь останавливает, чтобы человек своей волей не мог бы превозмогать Бога. Хотя нельзя сказать, что Иаков собирался это делать, своей волей превозможен как бы Бога, но порыв ревности иногда бывает такой, что относится, ну, абсолютно, я думаю, что ко всем человекам, кроме Бога-человека Иисуса Христа, такое понятие, как ревность не по разуму. Иногда это бывает, когда люди начинают ревновать так по Богу, что забывают о рассуждении, забывают даже о молитве. И вот здесь он говорит, тогда праведник мог бы состязаться с ним. Кто это такой праведник? Свидетель Григорий Двоеслов пишет по этому поводу, цитата, так обозначает покаяние и искупление. Мы тогда оплакиваем грехи, когда начинаем их взвешивать. Взвешиваем же тогда, точнее, когда с большим страхом их оплакиваем. Слезами нашими в сердце рождается ясность, что суровость Божия коразит тем, кто грешит. То есть, когда мы видим свои грехи, то плач он о своих грехах, в общем-то, далеко не откладывается в ящик нашего сердца. И далее он продолжает все-таки говорить, кто же такой праведник. И здесь, так скажу наперед, он видит в этом праведнике никого иначе, как Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Итак, пишет, кто как непосредник, с большой буквы, между Богом и человеком, человек Иисус Христос, назван именем праведник или праведностью. Это о нем написано. От него и вы во Христе Иисусе, как пишет апостол Павел, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. 1 Коринфянам, послание апостола Павла, 1 глава, 30 стих. «Это та праведность», — продолжает святитель, — «которая пришла в наш мир против путей грешников, которые мы связываем древнего врага в плену, которого мы удерживались». То есть древнего врага, дьявола, можем связать только праведностью Христа, но не праведностью своей. Неправедностью своей. Что наша праведность? Снова повторю, как запачканная одежда. И далее продолжает. «Пусть скажет, не желая, чтобы он состязался со мной своей великой силой или подавлял меня грузом своего величия, пусть он, Бог, судит меня справедливо, и тогда мой суд одержит победу». То есть для исправления путей моих пусть пошлет воплотившегося сына, как бы говорит Иов. «Тогда оправдательным приговором я выйду победителем, настроящим козни врагом». Потому что дает нам Иов многострадальный, а Григорий Двоеслов здесь это подтверждает, что без Христа мы не можем преодолеть греха. Вся наша борьба, она будет напрасна. И дальше смотрите, как продолжает. «Ведь если бы Единородный Сын по природе своей божественности и внимания оставался невидимым и не принял ничего от нашей немощи, то каким образом слабый человек мог бы найти благодатный доступ к нему? Невозможно. Ибо груз величия его, будучи осознаваемым нами, скорее давил бы, нежели помогал. Но он сравнялся с нами, приняв нашу слабость, дабы возвысить нас до его преобильной силы». То есть, другими словами, здесь свидетель Двоеслов Григорий говорит как бы так. «Мы могли бы сказать, не будь Христа, претерпевшего и пострадавшего за нас, что законы Бога суровы, и их невозможно для падшего человека исполнить. Но в его Богочеловечестве мы нашли оправдание и утешение». Как пишет об этом апостол Павел, например, в одном из своих посланий. «Все могу, выкрепляющий меня Иисусе Христе». Итак, Иов действительно держится пути Бога в испытаниях, которые ему посылаются, как сказано, претерпевшийся до конца спасется. И далее 10 и 12 стих сказано. «Иов говорит, но он знает путь мой, путь испытывает меня, пусть испытывает меня. Выйду, как золото, нога моя твердо держится стези его. Пути его я хранил и не уклонился. От заповеди уст его не отступал. Глаголы уст его хранил больше, нежели мои правила». Такие удивительные слова, особенно 12 стиха. Смотрите, как Иов говорит. «Глаголы его уст хранил», то есть глаголы Божии. Слово Божие хранил больше, нежели мои правила. То есть он говорит, я никогда не поступал по своим правилам. Но вот этот скорбный путь, который неспослан мне Богом, я понимаю, что это неспослано Богом, но пока еще не понимаю, почему и зачем. И он как бы говорит своим друзьям, с вашей точки зрения, что скорбь посылаются только людям, которые напрямую согрешают. Это не совсем верное суждение. Скорби посылаются иногда, и так бывает, для укрепления. Как сказано, «многие скорби праведникам». Многие скорби праведникам. Так и Господь говорит, многими скорбями надлежит вам войти в Царствие Божие. Бог попускает испытания, если... Вот преподобный поиск Святогорец, смотрите, как пишет, цитата. Бог не попускает испытания, если из них не выйдет ничего хорошего. Все, что дается нам в этих испытаниях, скорбях, все дается на пользу. Иногда мы не знаем, как Иов многострадальный. Думаю, Господи, за что же? Ничего такого вроде не створил. Для укрепления веры. Для укрепления нашей воли. Которую хочет Господь, чтобы мы укоренились по молитве, да будет воля Твоя, як ныне Мессия на земле. Есть такая интересная история. Однажды одному иеросхимонаху, человеку опытному, Ефрему, в Иерусалиме, одна монахиня подошла на исповеди, а после решила поделиться своим видением. Она, вероятно, видела во сне, как наверху горы находились святые ветхозаветные патриархи, Авраам, Исаак и Иаков. И спросил, спросив, как ей пройти к ним, то есть монахиня говорит, что вот она видела, как пройти к ним, она получила ответ. Вот по той дороге. С трудом она нашла эту заросшую тропинку. Когда ее увидела, говорит, ну она же всего шириной 15 сантиметров, не больше. Как по ней пройти? И кругом одни колючки, тернии, там пробраться невозможно. Как же? Тут невозможно пройти. И тогда она услышала, а мы по ней шли. И вот пришли сюда, наверх. Так сказал старец по этому поводу. Человек восходит на небо через скорби, падение, муки. Беззаботные с удобством на машине не въедем в рай. Так. Дашь кровь, получишь дух. Это действительно история иллюстрирует слова Господа и Спасителя Иисуса Христа. Ивангелие от Матфея, 7 глава, 13-14 стих. Входите тесными вратами. Потому что широкие врата и пространен путь, ведущий в погибель. И многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь. И немногие находят его. Находят их. Василий Великий, святитель, пишет по этому поводу. Цитата. Припомните древних святых. Никто из них не сподобился венцов терпения, роскошествуя и принимая ласкательство. Но все, пережигаемые великими скорбями, показали опыты терпения. Конец цитата. Или, например, святитель Феофан Затворник. Цитата. Изволь держать в мысли, когда находят скорби, что это вам Господь дорогу в царстве свое пролагает. Или даже более. Берет за руку и ведет. Конец цитата. Это том 2. Укоренение в духовной жизни. Правила веры. Издательство. 2012 год. Страница 32. Итак, в страданиях путь к Господу. Однако скорби не так страшны, как могут казаться человеку, не уповающими на него. Мы видим, что Иов полностью уповает на Бога. Он как бы говорит словами пророка Михея, позднего пророка, одного из 12 малых пророков, «О, человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия, смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим». Поэтому Иов так и говорит. «Я поступал по правилу твоему». Итак, 13-15 стих. Иов продолжает свою речь, но он тверд. «И кто отклонит его?» То есть он говорит о Господе, он тверд. «Кто отклонит его?» Действительно, Христос только был без греха. Он был подобен нам во всем, кроме греха. Он делает, чего хочет душа его, Господь. Он выполнит положение мне. И подобного этому много у него. Поэтому я трепещу пред лицем его, размышляю и страшусь его. Такое исповедание Иова. Как сказано, начало премудрости, страх Господень. И мы видим это в словах благострадального Иова. 16-17 стих. «Бог расслабит сердце мое, и Вседержитель устрашит меня. Зачем я не уничтожен прежде той тьмы, и он не сокрыл мрака от лица моего?» Или по другому переводу «Он не сокрыл мрака перед лицом моим». Светлана Златоуст пишет по этому поводу цитата. «Это неожиданное несчастье случилось вопреки человеческому ходу вещей». Действительно. И друзья это замечают. Это несчастье, которое произошло с Иовом, случилось вопреки человеческому ходу вещей. Как люди думают. «Ну вот, будешь так, и все у тебя будет хорошо». «Я догадываюсь, что меня поразила рука Божия», как говорит Иов. И он хорошо сказал пред лицом моим, «Ибо это была необычная тьма, но тьма отчаяния». В Евангелии от Матфея, 6 главе, 21 стиха, 23 мы встречаем такие слова. Когда Христос говорит «Ибо сокровище ваше там будет». Где сокровище ваше будет, там и сердце будет ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то и все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Как и здесь сказано, и Иов говорит о этой тьме. Он говорит это, и Господь говорит нам это. Если мы пригвоздили ум свой с заботой об имуществе, то мы погасили свой светильник и омрачили свою душу. Ибо как глаз, когда он чист, то есть здоров, освещает тело, а когда худ, то, то есть нездоров, оставляет его тело во мраке. Так и ум, ослепленный заботой века сего, если омрачен, то душа делается тьмою. Поэтому сказано, если тьма, свет которого в тебе тьма, то какова же тьма? Так Иов, мы видим, обращаясь к Богу, ни в чем не погрешил. Так он и сказал, и так говорил, и так начинал свою речь. Но он знает путь мой. Он оповает на Бога и на его промысел. Путь испытает меня, выйду как золото. Он не боится испытаний. Нога моя твердо держится, стези его. И вот эти удивительные слова. Глаголы уст его хранил больше, нежели мои правила. Да будет это и со всеми нами. Аминь.